Сегодня я хотел бы поделиться одной историей, которую мы знаем, и посмотреть, как мы можем, считая эту историю, взять для себя не только уроки, но взять для себя подкрепление. Мы переживаем 46-й день войны. Война – это Россия напала на Украину. И умирают люди, гибнут дети. Страдают, как верующие, страдают, как и неверующие. А в числе беженцев и верующие люди, и неверующие люди. И невольно задается вопрос, и мы говорили когда-то об этом, когда закончится война. Мы говорили о том, почему пришла война. И все наши молитвы, они начинаются с того, что, Господи, прошли грехи наши, прошли беззаконие наши, прошли грехи народа нашего. Я думаю, это правильно, потому что много грехов в нашей стране, много безбожества, много неверия, много атеизма, много, я вам скажу, даже отечеевикизма. Если он был очень явный, то и в наше время, если есть ненависть, может быть, не такая прямая, но есть ненависть еврейскому народу. Много топовства, много лжи, предательства, коррупции. И мы понимаем, что за небеззаконие приходят воздаяния. Библия говорит, воздействие за грех есть смерть. И мы понимаем, что есть смерть физическая, есть смерть духовная. Но я думаю, что мы сегодня обойдемся к нам, ведущим, которые здесь, которые будут нас смотреть в интернете. Как человек нам смотри эту ситуацию. Как нам, христианам, реагировать, к чему нам надо быть готовыми. Я понимаю, что наши проповеди, здесь, в мирной обстановке, они немножко отличаются от проповедей там, где идут военные действия. В Мариуполе, в Славянске, в Ромодорске. Я думаю, другие пробуи поднимаются в сердцах и на устах постарей проповедников. Но мне часто приходит вот эта история на память, на сердце. История памяти одного, которого звали Ио. Мы знаем его. Я хотел прочитать первая глава книги Ио. «Был человек в земле Уц, почти похоже на фамилию Уц, имя Ио, Ио, и был человек этот непорощенный. Он был справедливый, баналаянен и удалялся от зла. И родились у него семь сыновей и три дочери. Многотепная семья. Слава Богу. Имение у него было семь тысяч мелкого скота, три тысячи европейдов, пятьсот парвалов и пятьсот ослит и весьма много прислугий. И был человек этот знаменитый всех сынов Востока. Заметьте, он был знаменитый человек, он был богатый человек, но для Бога уже было важно, чтобы он был непорощенный, справедливый, баналаян и удалялся от зла. Заметьте, это стоит первое, не второе. Иногда люди хотят взять первое, быть богатыми, быть известными, но при этом быть несправедливыми, но при этом не иметь богобоязненности, но при этом не удаляться от зла. И это новость в нашей стране. Знаменитый, богатый, но о нем нельзя сказать, как о Божем человеке и умных. Сыновья ему сходили, делая пиры, каждый в своем доме свой день. И посылали, приглашали трех-шестер своих есть, пить с ними. Я когда был еще меньше, думал, можно было их назвать в понедельник, в томник, в третий, четверг, пятница, суббота, воскресенье. Можно было их назвать такими именами, но в Библии нам герои как их звали. И вот две сестры, они постоянно приходили, каждый в своем порядке. И когда друг беженственных дней совершался, Ио, Отец, посылал за ними освященных. Вставая рано утром, возносился сожжение по числу их, жертву благодарности, да? Ибо говорил Ио, может быть, сыновья мои согрешили и популили Бога в сердце своем. Так делал Ио во все такие дни. Прекрасная жизнь. Человек непорочный, справедливый, благопояженный, удаляющий сейчас вам. Мало того, он имеет много стыка, он имеет, написано, много прислуг. Такое слово стоит, письма, много прислуг. И написано, был человек знаменитый. У него прекрасная семья, дети его здоровы, дети его жигут пасухи, можно так сказать, на широкую ногу. Правда? Потому что только люди, которые пиржествуют, пиржествуют. Пиржествуют. Мажоры. Мажоры, мы говорим такое слово. Они могут позволить себе вот так роскошь ладить. Но, кое-что произошло. Шестой стих. Был день, когда пришли святые божьи признать перед Госпором. Между ними пришел и сатана. Слово сатана переводится в противник. Слово дьявол переводится в левенье. И вот он приходит, как сатана, как дьявол, как противник, как левенье. И сказал Господь сатане, откуда ты пришел? И отвечал сатана Госпорой и сказал, я ходил по земле и обошел его. Кстати, небольшое вступление, а он в селе тоже ходит. И обходит. Он написан на князь, господствующий по небесе. И сказал Господь сатане, обратил ли ты внимание твое на раба, моего и руководства. И во дне такого, как он на земле, человек непорочный, человек справедливый, человек богобоязненный. И он человек, удаляющийся от зла. Так хотелось бы, чтобы Бог говорил о нас, правда? Чтобы он сказал, а ты видел Сашу Сокола? А ты знаешь моего раба? Есть такие четыре характеристики о нем. Он справедливый, он непорочный, он богобоязненный. И этот Саша Сокол удаляется от зла. Или за Ярика, или за Надю, за сестру Аллу, за Богдана. За каждого, может и Бог сегодня там сказали, за меня, смотря о сатане. Вы помните, когда Иисус ушел на трес, мы сейчас его вспоминаем, святое причастие, задание Божьим. И когда он ушел на трес, сатана дышала ему лицом. И он говорил такие слова, Иисус, вот идет князь мира, и во мне не имеет ничего. Никакой засыпки. И не за что сатана не могла засыпиться. Потому-то и бил сильно Иисуса. Потому-то сатана, он хотел руками воинов римских отобить Иисуса. Потому-то, знаете, когда ты не находишь ничего, ты начинаешь бить этого человека. Ты начинаешь хоть боль ему нанесу. И вот он говорит Богу, сатане, обратил это внимание. И отвечал сатана Господу и сказал, разведал, он благопоятен, не прилик, рукоп оградил его, и дом его, и все, что у него. Дело его ты благословил, и стадая его, распространяется по земле. Конечно, так можно Богу служить. Но я вам скажу это неправда. Я знаю многих христиан, которые когда жили бедно, они жили правильно, благочестиво. Но когда Бог благословил богатство, они оставили Бога. Потому-то в 8 главе, когда за Богом написано, что когда ты войдешь в землю, бедно, 8 глава, когда все будет у тебя хорошо, ты будешь есть долг света, будешь строить дома, будешь находить золото в земле, черепро, но не забудь того, Бога, потому что Бог знал, что многие забывали его. И Соломон, ну смотрите меня, Соломон когда согрешил, напомните мне, он был самый богатый, Соломон. Когда он богател, написано об обширности сердца твоего, это о сатане стало. И вот Соломон был богатый, но его сердце утранилось. Поэтому я, знаете, вот тут сатана подходит, а вот ему богатство дал, да? Но прогрели руку твою и косни всего, что у него. Благословит ли он тебя? Правительство, это слово Реме. Я говорю слово Лонос, греческое слово, оно означает слово написанное, слово прочитанное. Но есть слово Рема, это слово прямо сейчас, прямо здесь, звучит и звучит Бога про его сердце. Это слово оживает. И вот слово Рема, а если война придет, благовещен Бог. А если Бог от ними у сестры Аллы дом, а если Бог у Саши кусал, от ними машину. А если Бог от ними у Нади будь здоровья, про меня есть. Благословит ли она, кого? Господа. Я думаю, что сегодня та же самая, сатана, клеветник, он приходит перед собой на время. Ты думаешь, Ярик служит тебе, играет на гитаре прославление. Да, конечно, у него все хорошо, дома у него все классно, на ощупь все хорошо, церкви его любят. А что такого Бога не служит? И я хочу сказать, братья и сестры, что дьявол, он остался таким. И сдавал Господь в сатане. Вот, все, что у него, он нет твоей. Только на него, не простирая руки твоей. И отошел от него, сатана, отошел от лица Господня. И началось, и началось, вот, был день, когда сыновья и дочери водили, и вино пили в доме, и ровно колбана своего. И вот приходят ветки Иову и Гаври. Валы орали, аслицы послышь подо них. Как напали садяне и взяли их, а опроков поразили от первых вещах, и спать только я им, чтобы воздвижки к бель. И я не буду считать, как в четыре вестника пришел, в четыре вестника рассказали свою историю, как погибли его сыновья. Два самых штифов. Тогда и он встал, разогнал верхнюю одежду свою, острый голову свою и пал на землю. И что сделал? Поклонился. И сказал, нах, я вышел из шрева матери моей, нах, Иван Васильевич. Господь дал, Господь взял, дамы имя Господне благословенно. Аминь. Братья и сестры, я молюсь о себе. Я молюсь о нас, чтобы у нас была такая реакция, которая была у Иова. Это он узнал, что его имущество расчищено, сожжено огнем. Это живых нету семи сыновей, трех ночевей. Чтобы у нас была такая реакция, я молюсь об этом. Я не буду вам говорить, что я так же поступлю, как Иова. Я не могу зарекаться. Но я молюсь, что если война поступит близко к нашему дому, она сегодня уже прошла из дома других людей. Сейчас многие люди оказались на месте Иова. Я говорю, верующие люди. И мы знаем реакцию неверующих людей. Вот так важно, чтобы правильная реакция была у нас, христиан. Чтобы мы уже, знаете, вот готовились, чтобы не прилеплялись к земному. Конечно, вы скажете, ну, с земным ладно, но когда это дети родные, когда это внуки родные, когда это муж или жена. И вот, знаете, я хочу говорить о Иване на 20-й стих. Здесь стоят две важные фразы. Первое. Это признание, что все, что мы имеем в своей жизни, не бедал это Бог. И Он имеет право это забрать. Аминь. Он говорит, Бог дал. Правильно ты написал, да? Бог дал. Нас первый спирт. И Бог взял. Вообще, эта книга интересна, что Сатана его забрал его детей, имущество. Но он вообще Бога видит. Вы представляете? Он вообще Бога видит. Он понимает, что за этим стоит Бога. И он понимает, что он голый пришел в эту жизнь. И голый уйдет. Понятно, мы голыми приходим в этот день. У нас в огробе пытаются идти. И я был на таких похоронах, где на меркельца одевают дорогой костюм от Бородина. Золотые часы, ну, какой-то подзаложенные. Любимую его семечку. Еще драгоценности ложат. И говорят, возьми с собой, чтобы тебе это было комфортно. В это смешно, по-разному. И Бога, давай посчитаем, 1 Тимофея, 6 глава, 6 стиха, описала великое преобладение быть благочестивым и довольным. Потому что мы ничего не принесли в этот мир. Явно ничего не можем вывести из него. Аминь. И даже во время войны ничего не вывести. Но, братья и сестры, хочу быть ваше внимание на вторую фразу этого стиха. Как это важно. Добой, имя Господне благословяло. Как это нелегко. Когда ты уже находишься в крупных обстоятельствах. Как это нелегко. Когда у тебя что-то забирают. В это время не похулить Бога, а что? Прославить его. Господь, я все равно благословляю тебя. Помните, мы на этой неделе читали псалом. И там была такая фраза. Благословлю Господа во всякое время. Хвала Ему не пристанно. Помните, как я с тобой разбирали? Благословлю Бога во всякое время. И мы говорили, друзья, на валибре, на переделе, что есть время, когда легко. И есть время, когда трудно. И есть время, когда сильно легко. И когда сильно трудно. И вот Давид говорит, благословлю тебя во всякое время. И он благословил Бога во всякое время. И я бы хотел бы, чтобы когда в нашей жизни что-то происходит, то ли у нас забрали имущество, то ли мы теряем близких, то ли нас касается нашего тела, мы теряем здоровье. Чтобы мы могли сказать, а я все равно буду с вами и дать. А я все равно благословляю имя Бога моего. А я все равно люблю Бога моего. И написано, во всем этом не согрешил и он. И не произнес никакого неразумного, ничего неразумного о Боге. Потому вот и повторяется это характеристика. Потому его поведение, оно соответствует то, о чем у него Бог сказал. Он не поменялся. Он таким был во время благополучия. Он таким же и он и остался во время крупное. Он же таким остался. Что невозможно верующие люди думать, что во время благополучия они могут позволить себе, где-то загрешить, где-то ступить направо, налево. И думать, это будет тяжело. И вовремя, как правильно сказать, переоденуться или как-то, мобилизируются. Но это не правда. Если ты вовремя благополучия не был верен в Господу, не хвалил его, не славил его, не видел во всем руку Божью те гарантии, что ты в злой день, в злые дни благословишь Бога. История только накаляется. Был день, когда пришли Сыны Божьи. Представь, ты Господу. Мир при ними пришел и сатана. И сказал Господь сатане, Откуда ты пришел? И отвечал сатана Господу. И сказал, Я ходил по земле, и обошел ее. И сказал Господь сатане, Обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова? Он не назвал другого раба, правда? Он все-таки Иова называет. Ибо нет такого, как он на земле. А именно, человек непорочный, удаляющийся от зла, справедливый, богобояжный. И, против всех, прикиньте внимание, до сели плен своей непорочности. А ты возбуждал меня в доме в него, чтобы погубить его безвредно. Глобный Бог, я молю, чтобы она в так же самом Бог сказал. Ты видишь, а он до херпона вверх и порочный. А он все равно не оставляет меня и служит мне. И отмечал сатанам, Господу, и сказал, Кожа за кожу, а за жизнь свою человек все, что есть у него, отдаст. Но протрей руку твою, Господи, и коснись кости его и плоти его. Благословит ли он тебя? И сказал Господь сатане, Вон, о, в руки твои, только души его сбереги. И отошелся к нам от лица Господнего, и поразил Иова проказанные люди, от подошвы на них его, по самое херное его, по самому мужику. Это страшно. Я вживую не видел, но я видел документальные фильмы, где показывали прокаженных людей. Это страшно. Псориазм. Иногда называют Псориазм проказанный. Но когда я видел документальные фильмы, которые показывали проказы настоящие, это жутки. Это страшно. Оно сейчас существует? Есть, есть, да. Люди говорят, что тело горит, что тело щешется. Какой обзлок, или как правильно? Да, такое вот состояние. Вот когда я болел пропевнити, да, пропевнити, то я думал, что я уже покажу вам. Нет, да еще цветочки были, когда все тело у меня было покрытие. И вот садата уже касается его здоровья. И что делали он, возьмусь их? И взял он себе херепицу, чтобы оскорбить себя ею. И сказал ему желание, «Дорогой мой, ты молодец, будь звездным и дальше, и увидишь славу Господу на себе. Аминь». Да? Нет, вы говорите, да? Нет. А что она сказала? Ты, посмотрите, ты, все еще тренок, не порочеки твоей, похули Бога и умри. Харькова уже нет. Мелитополь, ой, почти, Баримуполь уже почти весь, я не знаю там. Там люди гибнут, там люди голодают. И ты еще держишься за Бога Своего. Практически, мы должны быть готовы, что неверующие люди могут нам это сказать. Но самое страшное, это верующие люди такие вещи говорят. Да, это страшно. Это страшно. Это верующие люди ведут себя так, и вот они никогда не знали Бога. Это они ведут себя так, что они хуже неверующих, людей. И верующий человек может просто где-то в панике замереть, и слова не сказать. Но верующие люди, они нападают на постарей, ну, не руками, ногами, словами. Но что, где Бог? Эти оголоски уже начинались во время коронавируса, когда люди убирали от ковида. И я знаю лично божьих людей, по масокам божьих, которые убирали от ковида. Один служитель, мы его знаем, отец нашего объекта на центральной церкви, Евгения Брука, Владимир Иванович, епископ и Новогранска в области. 60 лет был здоровый, народе говорят, был здоровый, как бык. Братья счастлива, он служил, я не знаю как. У него простая машина, машина была, Део Ладос, мы говорим, Запорожье, с тобой. Он ездил, подчеркнул, служил. Но пришла болячка. И знаете, мне было приятно, Женя говорил, что отец его, епископ, служитель, на последние минуты был верным своей непорочностью. Он не похудел имя Бога. И жена его, которая живет еще, она не похудела от Бога. А мне было очень больно. Храни своего мужа. Что мы будем говорить, что мы уже говорим сегодня, это что-то не по-нашему. И мне так больно, что близкий человек и оба, жена, это надо было просто помолчать рядом. У меня были случаи, когда мне было тяжело. И моя жена брала меня за руку и просто молчала со мной. Может, у нее были слова, что-то сказать мне. Но я знаю, в эти моменты они хорошо остаются в памяти. Она просто берет за руку и просто со мной молчает. И мне этого хватит. Мне этого достаточно. как хорошо, когда есть такие люди возле нас, которые могут просто с вами помолчать. Я за руку на брата пришел обнять. когда я пришел, я плакал с ангибрадом. Я немножко могу говорить. Я просто молчал. Да, я мог просекировать кучу месяцев писаний, но на то время нужно было просто промолчать. А это женщина. Знаете, я помню юн пастора, я его женщина уважаю, он известный служитель на Украине, Хелик Савочка, египископ Сергей Спасения. Он говорит, вы знаете, что-то у меня такая вера, что когда Бог вернул Иову новых детей, всем сыновей, у него родилось, трое детей, он говорит, я-то думаю, мне-то так случилось, что это была другая женщина у Иовы. Да, но она была где-то я горем. Да, да, но он говорит, мне бы хотелось бы, чтобы не эта женщина была рядом, а потому что эта женщина, когда было тяжело ему, она вот так поступила. Ну, да, ей другая версия, что она может быть, может быть, такая есть версия, с хорошим побуждением, говорит, ему ври, чтобы не мучаемся. Потому что есть многие случаи уже в наше время, буквально вчера я слышал, когда люди во время войны заканчивали жизнь самоубийством. да, когда была молитва городская и пастор о нем говорил, и нам много быть вниматель таким людям. Но он сказал ей, жене своей, ты говоришь, как одна из безумных, неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать. Богом. А я понимаю, как это вновь понимает Бога. Бог плакал. А вот тут она покаялась. Понимаете? И написано, а злого не будем понимать? И во всем этом мне согрешил и он устами своими. Речь о том, что пришли ему друзья, чем не молчали, плакали и потом начали разговаривать. Я не буду считать остальные главы. Но заканчивая проповедь своих больших посланий, я в общем я считал эту главу 23-я глава и Геома. Я так думаю, это кульминация всей этой истории. Ему говорили друзья, можете безогрех, можете безогоние, можете безогонность, они не попадали в цель, они говорили неправильно. и его богат не вагонии страданиях филистических, душевных, он все равно ищет Бога. Он хочет с Богом поговорить. Он не может понять, почему это без пошло в его жизнь. он хочет с Богом поговорить. За что мне, Господи? Ведь я непорожный, ведь я справедливый, ведь я богопоязненный, ведь я удаляющийся слав. Господи, покажи, за что? И он накрывает свою маленькую. Посмотрите, Иома 23. Еще ныне говорится речь моя, страдания мои тяжелее стоном моих. Я думаю, что я так же не понимаю, что он переживал. Знаете, когда мы говорим, я представляю, что тебе плохо. Нет, не представляю. Это то же самое, если бы я сказал бы женщине, которые рожают. Я понимаю, как ты рожаешь. А ничто ты не понимаешь. О, если бы я знал вену имени Бога и мог подойти к престолу Его, я изложил бы перед мир дело моё и устал и на полу бы оправдания мне. Узнал бы слова «Бы» теперь я понял, что я постоянно говорю слово «бы». Моя жена смеется и разговаривает что-то. «О, если бы надо быть». Но это из-за этого, из-за слова Божьего. «Бы», «Бы». Узнал бы слова, какие Он ответит мне. И понял бы, что Он скажет мне. Он ищет Бога. Вот ему плохо. Нет семи сыновей, троих дочерей. Его тело прокаживает. А он, посмотрите, что делает? Бога ищет. А нам что-то не так сделали, может, Бога не ищем. Зарплату задержали, Бога не ищем. Маршрутка поздала, Бога не ищем, водителя ищем, как ему дать благословение в тавычках. Дождь пошел и вовремя, я грозовки купил новые, купил новые. И говорю, бу-бу-бу-бу-бу-бу. Бу-бу-бу-бу-бу-бу. А он ищет Бога. Неужели он в полном могуществе стал высорказаться со мною? Он нет. Он только обратил быть опять въебанно на меня. Пусть Бог просто посходит в мою сторону. Пусть Он дает мне знание, что Он видит меня. И мне этого достаточно. Тогда правиль не мог бы опять бы подсказаться с ним. И я навсегда получил бы свободу от святи моего. Он говорит, я хочу поговорить. Я хочу подискучиться с тобой Божием. Но я не могу найти тебя. Вот, я иду вперед, и нет тебя. Назад и не нахожу тебя. Делает ли он, что на другой стороне, я не вижу. Срывается ли направо не усматривает. Братья и счастливы, сейчас это кульминация. Это вот результат того, что Ио узнал Бога лично. Посмотрите, что он говорит. Но Бог знает путь мой. Представляете? Он говорит, я знаю, что Бог знает то, что я сегодня переживаю. Он знает, что в Украине война. Он знает, что в моей семье есть проблема. В моем теле есть здоровье. В моем переживании есть трудочки. Он знает. путь Бывает, ты говоришь человеку, Бог тебя любит. А правда ли? Бог знает, что тебе надо. А точно знает? А может, не знает? Знает. Ио Бог знал. Ио говорит, делает ли он что на левой стороне? Я не вижу. Спрывается ли направо? Ио знает, но он знает путь мой. Я хочу сказать, Бог знает путь мой. Аминь. Путь испытывает меня выйду как золото. Класс. Да? Он говорит, пусть испытывает. Если коронавирус это испытание, пусть испытывает. Если война это испытание, пусть испытывает. Если болезнь это испытание, я пройду его. Если болезнь пришла, муки смертные, пусть происходит. Бог часто использует разные методы. Но Бог говорит, эти методы для того, чтобы я был как золото. Нога моя плетно держится свежи его. Пути его я охранил и не уклонялся. А к западу Услова не оступал. И глаголы Услова хранил больше, нежели мои правила. Но Бог дает и уклонит его. Он делает чего хочет душа его. Это тоже интересная мысль. Он делает то, что он хочет. хорошо говорить, когда Бог исцелил тебя. Ты говоришь, он делает то, что он хочет. Ну, исцелил меня. Благослови тебя, машина. Бог делает то, что хочет. Прекрасно. Вот это Бог забирает, чтобы убегать. Это все равно за этим происходящим для видимых глаз стоит все равно Бог. Это вот и есть наша вера. Потому что есть люди, у них вера построена только на то, чтобы взять, получить. И когда они не получают, их нервы что, разбиваются. Они привыкли брать, они привыкли наступать, они привыкли быть первыми, они привыкли быть здоровыми, успешными. Тут бам-бам-бам! И вера что? Разбивается. Апостол Павел говорит, могу жить в худости, могу жить в изобилии. Все могу, в укрепляющем меня и Иисусе. Он делает Бог то, что Он хочет. А Бог выполнит положенное мне, а Бог от этого много у Него. Поэтому я припищу пред лицом Его, размышляю и спрашиваю, что Бог расслабил сердце мою. И в режиме устрашиваю, зачем я не учтожа в реферии этой моей. И Он не скрыл, закрыл рака от лица моего. Вот пример Иома. Пусть Он поможет вам, братья и сестры. Пусть Он, эта история, я вам советую, если вы ее не считали в последнее время, прочитайте ее. Пусть ваша вера укрепится. История и переживания, которые имел грамм Божий Иом. Последнее место. И Якова, пятая глава. Тут есть вспоминание об Иоме. Итак, мы прочитаем, чей мой стиль. Якова, пятая глава. И там, братья, будьте налоговедливы до пришествия Господа. Вот Евгений же ждет драгоценного плода от земли. И для него терпит долго, пока получит той же ранней почвы. Да, укрепите и вы. Укрепите сердца ваши. Потому что пришествия Господне приближаются. Не Путин приближается. А Бог приближается. Не все такие братья друг за друга, чтобы не быть осужденными. Вот судья стоит у дверей. В пример за восторождание и долгопрепение возникли, братья мои, пророков, которые говорили именем Господнем. Вот мы укрепляем те, которые терпели. Вы слышали о терпении Иома? И дальше что? И видели конец одного от Господа. Ибо Господь вечна, милость всем. И что? И сострадателем. Аминь. И когда Ио прошел, это пущи на страдание. Годилу искушений. У Него Слово появилось. Семь сыновей, трое дочерей. И если я не ошибаюсь, Бог с севера благословил Его. Аминь. И знаете, что Иоанн сказал? Раньше я тебе, Бог, слышал слухом уха своего. А ныне видят тебя, Ощи, Мои. Аминь. Семь сыновей, еще ближе Иоанн стал Бог. Давай не станем, помолимся, чтобы во время войны, во время страданий, мы стали еще ближе к Господу. Аминь. Аминь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова